Здравствуйте! В эфире программа «Про здоровье» и с вами Раиса Киян. Сегодня у нас в студии заведующий травматологии врач-травматолог Тарасов Евгений Петрович. Здравствуйте, Евгений Петрович. Добрый день. Евгений Петрович, такая сейчас насущная тема. У нас достаточно переменчивая погода и, соответственно, очень много травм. Расскажите нашим зрителям, как защитить себя в такую погоду. Что стоит делать, а что не стоит делать? Максимальное количество травм всегда при переменчивой погоде. Когда гололед наступает, люди выходят на улицу, подскальзывают. У нас как раз в этот период времени максимальное количество – это переломы в области голеностопного сустава. Ломаются лодыжки. Раз у людей более пожилого возраста, у которых есть проблемы уже с плотностью костной ткани, как раз переломы шейки бедра, через вертельные переломы. Можно защититься, но стараться выходить на улицу, когда уже коммунальные службы выполнили свою работу, либо чтобы обувь была не скользящая. Для возрастных людей, для вас, слоя населения, использовать при ходьбе тросточки. Также есть какие-то насадки на обувь специальные, защелкиваются, как альпинистские. Ну и ходить только по тем местам, где уже прочищены дорожки. А вот правда, что действительно какие-то тросточки или какие-то еще такие приспособления, они помогают не упасть, защититься как-то более-менее? Сконцентрироваться на дорогах? Дополнительная опора, она всегда помогает при передвижении. Плюс наш головой мозг реагирует, то, что мы чем-то пользуемся дополнительно и стараемся правильно уже наступать, правильно ходить, искать более… Удобное положение. Да, и ровную поверхность. Расскажите вообще, в чем разница, даже я вот, например, всегда задаюсь вопросом, чем отличаются три разные специальности. Врач-травматолог, врач-ортопед и, соответственно, врач-травматолог-ортопед. Есть вообще какая-то разница между ними? Ну, для нас вообще это одна специальность. Мы заканчиваем вуз, получаем один диплом лечебного дела и дальше проходим специализацию, в которой написано врач-травматолог-ортопед. Ну, принято так, что травматолог – это травмы, ортопедия – это хронические заболевания, хронические состояния, которые мы лечим. А все вместе мы называемся травматологи-ортопеды. То есть, по сути, это одно и то же? Один и тот же специалист. Евгений Петрович, вот давайте расскажем нашим зрителям первая помощь при ушибах и вообще первая помощь при травмах. Что стоит делать и что, самое главное, не стоит делать? Основное при травмах, любая острая травма, как с детства, вот нас мамы всех лечили, это местный холод прикладывали и говорили – полежи, отдохни, не двигайся. То есть, основное – это иммобилизация и местный холод, чтобы не нарастал отек, не нарастала гематома какая-то внутримышечная, подкожная. И иммобилизация, нам не запрещали двигаться, не ходить, чтобы больше травм не нанести себе. Ну, любое безболение. А если случился перелом, что не стоит делать? Первое, что стоит сделать – вызвать скорую помощь. Не стоит делать – вставать и усугублять данную ситуацию. Это если мы касаемо нижних конечеств и верхних конечеств, не надо хвататься за ведра, когда сломана рука. Это основное. Покой. Обезболение. Ну, и самое главное – не дергать, например, если это случился перелом пальца, не дергать. Ну, это вот точно не стоит делать. Ну, да. Правильно, поставить на место – это не стоит. Да, я, к сожалению, научная в этом плане. Это очень больно и неприятно. Мы с вами поговорили, да, как раз вот о ушибах, о переломах. Что делать, если произошел все-таки перелом конечностей? Вот нога, например. Не вставать? Не вставать. А если человек один, что делать? Ну, если один, бывают такие пациенты, бывает, что они там три дня дома лежат, четыре, пока родственник придет, они просто физически не могут встать. Желательно, чтобы был телефон под рукой. Позвоните, скорую помощь, позвоните родственникам, приедут, помогут. Если есть возможность встать, есть силу у человека, то, соответственно, опираться только на здоровую конечность. Используйте там стул, стол для дополнительной фиксации вместо костыля. Как-то сообщите о своем положении, о травме, о своей проблеме. И, соответственно, вызывать скорую медицинскую помощь. Кто, кстати, ваши самые частые пациенты? А здесь две категории у нас. Самые частые есть – это дети, которые неугомонны, за которыми следить всегда надо, особенно в период каникул детских. Лето, весна, осень. Очень много травм получают на горке, при катании на ватрушках, на ледянках различных. Ну, и горки, велосипеды. И летом бывает и дорожный травматизм, когда не соблюдают правила движения. Ну, и от родителей убегают куда-то. Это первая категория пациентов. Вторая – это возрастные мужчины и женщины старше 60 лет, у которых с костями проблемы. Которые также получают переломы от незначительной травмы. Ну, незначительные – это мы расценим у людей среднего возраста. В районе 30-40-50 лет. Можно как-то вот сделать такую категорию, да? Вот вы говорите, что незначительный травм. Вообще, что значит незначительный травм? Ну, к примеру, если мы с вами пойдем с высоты собственного роста на ягодицы, на попу, то, скорее всего, у нас будет просто ушиб гематомы какая-либо. Более возрастные пациенты будут компрессионные переломы позвоночника. Они просто просядут. Это связано с тем, что плотность костной ткани уменьшается, а остеопороз развивается. А есть у вас какие-то, может быть, суеверия? Я знаю, что у врачей многие говорят, что никогда не лечат своих родственников. А у травматологов, например, есть какие-то, потому что, традиции или суеверия? Ой, наверное, у каждого человека индивидуально. Но лично у меня нету. У кого-то, наверное, есть. Ну, черная кошка, чтобы перед операционной не пробежала. Самое главное, чтобы руки были чистые, да? Это само собой, да. Ну, редко врачей суеверных у меня в коллективе, по крайней мере. Так, наверное, есть. Тоже такой самый распространенный вопрос. Откуда берется плоскостопие? Два вида врожденные, приобретенные. Бывают с рождения у детей врожденные плоскостопие. Делают плантографию, отпечаточки такие. И стоп, бывает, в садике там прям красочек специальной стопы может. И отпечатки на лист А4. И смотрят там площадь поверхности стопы и ставят плоскостопие к какой-то степени. Это врожденное. Бывает приобретенное. Связано, в конечном итоге это связано с тем, что стоячий образ жизни, стоячая работа, избыточная масса тела. И мышцы у нас в стопе устают, перерастягиваются. И в конечном итоге стопа перестает держать свою форму. И развивается плоскостопие приобретенное. И что делать в таких случаях? Идти на прием к врачу, травматологу-ортопеду, который посмотрит, обследует, сделает рентгеновские снимки. Посмотрит, какая степень плоскостопия. И, соответственно, значит, лечение. Комплексное лечение, в которое будут входить обязательно стельки. То есть это специальные стельки, которые помогают, чтобы косточка не болела, мышцы. Чтобы стельки вместо мышцы держат свод стопы, чтобы не болели в конечном итоге стопы, ноги. И человек чувствовал себя комфортно и мог также продолжать вести активный образ жизни и работать. Не ссадины, когда просто там... Нет, раны конкретно, да. Если имеется в виду рана, то, конечно, обратиться в специализированные учреждения, в приемное отделение, либо в травпункт. Обратиться, чтобы там обильно рану промыли от загрязнения. Посмотрели, если это дети, то большинство детей привито по возрасту от столбняка. Если взрослые, их дополнительно вакцинируют. Промыв рану, обрабатывают ее антисептиками. И в зависимости от размера раны, либо ее зашивают нитками, либо стягивают специальным лейкопластырем стрипы, которые самоклеящиеся, которые держат, не дают краям раны расходиться. Ну и, соответственно, потом уже через разный период времени снимается, и человек здоров. Но самим ничего? Ну, самим это больно будет. Самим, если нужно какое-то время, чтобы дойти до учреждения специализированного, ну, соответственно, любую стерильную салфетку приложить, примотать, чтобы просто не кровила рана. Если, конечно, сосуды там появились, что-то серьезное, то здесь надо жгуты накладывать. Ну, я думаю, немногие наши зрители это умеют, и тут тоже можно навредить. Да, еще повязка. По максимуму салфеток стерильных, носовых платков, ну, чего угодно. Если нет стерильного под рукой, то, конечно же, положить в любую чистую ткань и приминтовать ее. Вот у меня, кстати, такой вопрос созрел, да, в тему. У вас, как у врача-троматолога, в машине, в аптечке есть все самое необходимое при переломах, да, вот при рассечении есть что-то такое прямо самое необходимое? Ну, в аптечке для переломов вряд ли, у нас там шин нету, это транспортно, это все-таки уже ближе к военно-полевой хирургии, там транспортные шины различные, лестничные, там, Дитрикс, ну, много их видов, да. А у нас в аптечке всегда есть антисептик, раньше был йод, зеленка, что-то было, сейчас, наверное, хлоргексидин, скорее всего. Салфетки стерильные, бинт, жгут кровоостанавливающие всегда есть. То есть то, что вот, чем можно воспользоваться? Спасти жизнь. Да, первая необходимая помощь. Почему рвутся мышцы? Травма. Травма. Чаще всего, если мы берем молодых людей, спортсменов, да, чаще у них происходит, если мы берем мышцы именно, это неразогретый, побежал в футбол, либо очень часто сухожилие ахиллы, если мы берем уже сухожилие. Человек стоял-стоял, увидел свою маршрутку, автобус, электричку, опаздывает, резко дернулся, побежал. Соответственно, в этот момент резкого ускорения неразогретая мышца надрывается. Часть волокон надрывается, резкая боль, и дальше хромая. И все, поэтому? Только из-за этого, да. А что делать тогда в таких случаях? Ну, желательно не осуществлять резкие старты, резкие движения куда-то там. Чаще всего это мы что-то роняем, дернулись, потянулись, в футбол бегаем, ударились. Когда подскальзываемся, у нас тоже одна нога полетела в одну сторону, в другую. И в этот момент надрывается часть волокон. Ну, перед любым спортивным занятием разогрев. Есть мази разогревающие, есть определенные упражнения, которые тянут эти мышцы, растягивают эти мышцы. Это первое. Второй момент, конечно же, не травмироваться. Ну, мы это не можем контролировать. Это рефлекторно, да. Да, к сожалению, да. Даже когда опаздываешь на маршрутку или на автобус, тоже ни о чем не думаешь. Главное – добежать. Точно. А что делать, если выбить сустав? Вывих. Ну, про вывих. Да, скажем тогда. Ну, самостоятельно не вправлять. Можно больше беды сделать. Также, чаще всего, если мы берем плечо, максимальное количество вывиха, больше всего вывиха – это из суставов. Берем крупных плечевых суставов. Обычно пациент приходит, он здоровой рукой держит поврежденную. Вот как ему удобно, как ему не больно. В таком положении приходит, дальше специалист обследует, доктор делает снимки, видит, что вывих обезболивает, вправляет косыночную повязку, иммобилизацию, любую. А правда, что вывих вправляется сильным ударом? Нет. Нет? Это будет хуже. При самостоятельном вправлении вывиха, при каких-то ударах можно вывих перевести в перелом. Будет и вывих в данном составе, и перелом еще кости, которая вывихнута. Это только навредить. Косыночные вывихают, не надо, как говорят, потянуть, щелкнуть, что-то как, давайте, я сейчас дерну. Нет, не надо, закончится все это еще большими проблемами. А есть ли вывихнута челюсть? Вот там вообще интересный случай. У меня была вывихнута челюсть, но пациент приходит практически с открытым ртом, чтобы вправить. Надо двумя большими пальцами надавить на коренные зубы, на дальние, на жевательные. Там, получается, на семерке, у кого не есть, на шестерке зубы. И во время вправления чаще всего больной рефлекторно прикусывает эти пальцы. Поэтому мы их заматываем полотенцем, глубоко в рот засовываем. И в данном случае обезболивается нижний челюстной сустав, здесь двух сторон у кольчики. После этого вправляется. Но при этом надо еще, чтобы затылок уперся в стенку. И в момент вправления очень часто прикусывают палец. И поэтому все, кто это уже делал, заматывают полотенцем пальцы. Если не получается вправлять, то уже под наркозом. А так бывало, что не получается вправлять? Да, да. Бывало только, что не получается вправлять. Тогда пациенту приходят анестезиологи, осматривают, обследуют. В анестезии вправляют. Был пациент у меня давно еще. Раз вправили, через два часа привезли, опять вправили. Еще через три часа опять вправили. Такое тоже бывает. Но в основном этим занимаются челюстно-лесовые хирурги. Потому что патология в этом суставе, если мы не говорим травматические характеристики, в хроническое переходят, это уже более узкая специализация. А вот, кстати, да, вы заговорили про челюстно-лесовые хирургов. Некоторые не понимают, в чем разница нейрохирургии и травматологии. Потому что мы получаем, бывает, что травмы головы, какой-то височной части, да, и мы все сразу идем к врачу-травматологу. Но все-таки это же нейрохирургия. Да, это нейрохирургия, если мы берем голову, сотрясения, ушибы, какие-то там переломы костей, черепа, ну, не лицевого. Лицевое – это вообще другая специальность. Да, это нейрохирургия. Да, это узкий специалист, нейрохирург, который смотрит этого больного, лечит этого больного, если необходимо, оперирует этого больного. То же самое, как и травмы позвоночника. Травмы позвоночника, нервных крышков, спинного мозга – это все нейрохирургия. Если же мы берем лицевой скелет нашего черепа, это глаза, нос, там, рот, челюсти, то здесь смотрят у нас челюстно-лицевые хирурги, лор-врачи, офтальмологи, офтальмохирурги – это лицевой скелет черепа. Травматологи здесь ни с какой стороны. То есть травматолог – это все, что ниже головы получается, плечи, руки и так далее. Ну, грубо говоря, да, так и есть. Тоже такой интересный вопрос, даже не то, что вопрос, а рассуждение, скорее всего. Правда или миф, что бегать на дорожке вредно, потому что это может навредить суставу? Если мы про суставы говорим, ну, про суставы, да, то да, наверное, это вредно, это правильно. Это осевая нагрузка на сустав, ударные нагрузки на сустав, коленные, голеностопные, тазобедренные. Да, кардиологи рекомендуют этим заниматься, там, пробежками, ну, тоже в пределах разумного. Есть плавание, есть велосипед. Для суставов плавание велосипеда лучше по причине того, что циклические нагрузки, а не ударные осевые нагрузки, они более щадящие для сустава. Если мы берем, допустим, реабилитацию после операции, то там нету никаких осевых нагрузок, там больных не заставляют ни приседать, ни отжиматься, да. Там есть такие различные виды реабилитационных аппаратов. Велосипед, раз, где крутящие движения быстро восстанавливаются объемы движения, есть большое количество автоматических аппаратов. Вартрамот, где программа задает, и тоже она дает эллипсоидные нагрузки на сустав. То есть сгибание, разгибание, сгибание, разгибание. Здесь нет такого, что приседает человек со своей массой тела и усугубляет ситуацию. Поэтому беговая дорожка именно для суставов. Наверное, насчет вреда прям не возьмусь на себя, как ответственность заявляет. Но то, что не полезно, точно. Ну, то есть многие говорят, что просто ходить на беговой дорожке вреда не составит, а вот бегать не нужно. Вреда не составит просто ходить, но во всем надо знать меру. Не надо ходить в день 20 километров, достаточно на небольшие расстояния ходить. А у пациентов, допустим, у которых уже стадия артроза, артроз – это когда разрушается суставчик, да, стирается хрящ, когда уже там вторая-третья стадия артроза, ходьба по лестницам, ходьба по пересеченной местности в гору – это только усугубляет состояние. Поэтому мы им говорим никаких тяжестей и ходьба по прямой, если перемещение с точки А в точку В. Вот, кстати, да, такой тоже вопрос. Что делать, если порвался не низко? Ну, во-первых, этот диагноз уже поставят на, как минимум, на втором приеме травматолога. То есть изначально пациент придет с жалобием на боль в коленном составе, потому что мениски находится в коленном составе, да? И после осмотра, первично после симптоматики, травматолог направит на дополнительное обследование, на МРТ сустава. Сделав МРТ сустава, там уже будет ясно, какие повреждения имеются. И если он порван, миниск, там, получается, 4 степени повреждения, разрыва. Первые две не надо оперировать, просто консервативное лечение. А вторые две степени надо оперировать. То есть операция минимально инвазивная, через проколы вставляется в видеокамера и микрохирургическим инструментом под контролем видеокамеры на мониторе хирург либо удаляет часть мениска, либо ее пришивает обратно. То есть это получается такая, как лапроскопическая, скажем так, операция? Эндоскопическая, да, да-да-да. Эндоскопическая операция с очень хорошим эффектом. Потому что пациент на следующий день уже встает и опять ходит. Ходит, наступает на оперированное колено, быстро восстанавливается из-за того, что минимальное повреждение наносится оперированным коленам. А бывали вот такие случаи, когда пациент не мог стоять, то есть ему больно все равно? Или вот прям полостная такая была операция? Или все-таки это невозможно, такую операцию провести полостную? Ну, каждый пациент индивидуальный. У кого-то болевой порог очень низкий, да, и, соответственно, он реагирует. Просто даже на обычное, как вы говорите, рассечение, на порез, он очень реагирует, ему очень больно. И бывает, что, да, больно вставать, больно ходить. Но здесь нет такого, не затягивается, что там кто-то встает на следующий день, а кто-то там через месяц. Нет. Обычно там на следующий день, ну, кто-то на второй день после операции. Ну, это очень редко. А правда, что есть действительно такая методика, как вроде как укол есть, да, который именно делается в коленный сустав, и тогда уже прекращается боль, человек может спокойно ходить. То есть есть такая вообще методика? Ну, здесь можно рассмотреть уколы. Два вида препаратов. Это препараты хондропротектора, гиалуроновой кислоты, да, огромное количество их на рынке, огромное количество аптек, продаются очень дорогие препараты. Они, да, на самом деле эффект от них есть, но тут надо рассматривать, какая стадия артроза. Запущенные третья, четвертая, они, к сожалению, неэффективны будут. В начальной стадии артроза, да, они эффективны, да, она на самом деле помогают людям. Вторая группа препаратов – гормональные препараты. Их в сустав нежелательно вводить по причине того, что они в конечном итоге вызывают дегенерацию хряща. Хрящ постепенно повреждается, он и так поврежден, а здесь еще больше повреждается. Пара артикулярного около суставов ткани воспаленной, да, его делают, снимают воспаление. И на самом деле это тоже эффективное лечение. И те препараты индивидуально для каждого больного используются. То есть это все чисто индивидуально? Да. Только после МРТ вы понимаете, что нужно делать? Только после осмотра пациента, только после дообследования, и только врач решает, какой вид препарата необходим данному пациенту. Евгений Петрович, а как выбрать протез правильно? Так, чтобы потом в дальнейшем он не навредил? Протез, который устанавливается пациенту или который снаружи? Который устанавливается и который снаружи. Который снаружи есть специальные протезно-ортопедические предприятия, но бывают такие травмы, такие заболевания, когда пациент лишается какой-то части конечности, да, по-разному. Какой-то диабет сахарный, ангиопатия сосудов, какой-то гангрена, какой-то травматическая ампутация. Здесь в данном случае государство обеспечивает полностью протезами пациента, они обращаются в протезно-ортопедические предприятия и индивидуально под них изготавливается протез. И пациент также восстанавливается и ведет нормальный здоровый образ жизни. Он не выпадает из общества, ходит, двигается, перемещается. Касаемо эндопротезов, которые устанавливаются внутрь нашего организма, это либо при артрозах, либо при переломах, то в данном случае у нас во время операции индивидуально также под этого пациента мы подбираем, какой компонент ставить, тоже по размеру. По размеру вертлужной впадины, это тазобедренный сустав, по размеру головки бедра, по размеру бедренной кости. У нас есть вся линейка. То есть в операционной есть вся линейка размеров от и до. И индивидуально для каждого пациента выбирается, какой компонент ставить. Здесь бывают пациенты, повторяются, потому что мы, в принципе, есть какая-то статистика или среднестатистически, чаще всего используемые размеры. Но на каждого пациента мы имеем полный набор. А можно так сказать, что какой-то перелом он менее опасен, а какой-то перелом самый опасный? Вот где надо прям максимально беречь себя. От переломов уберечься сложно, поэтому максимально беречь. Тут желательно вообще не ломать ничего себе, да? Но менее более опасен. В каждой специальности у него нейрохирурга есть свои. У нас, наверное, все-таки в данном случае пожилой возраст это и переломы проксимального отдела бедра. То есть шейка бедра, чрезвертельные переломы для возрастных пациентов – это очень опасно, потому что они приводят к тому, что пациент становится маломобильный, прикованной к кровати. И у него начинают развиваться сопутствующие там соматические патологии. Организм начинает дисбаланс, застой крови, тромбозы, пневмонии. Плюс сосудистые изменения головного мозга тоже никто не отменял. И данных больных, чем быстрее мы прооперируем, тем лучше перспектива, тем быстрее. У нас даже, ну, пациенты, допустим, сломали сегодня ногу, мы сегодня или завтра его прооперировали, через день уже все, встает, ходит. Стоит как-то задержаться, удлиниться, но это я говорю про возрастных пациентов. Мы можем потерять такого пациента. Околол так, что вот привозят к вам пациента возрастного, у него перелом. И вы понимаете, что сейчас невозможно сделать ему операцию по каким-то причинам, по состоянию его здоровья. Вот что делать тогда в таких случаях? Понимаете, что если не сделать операцию, то будет только хуже. Что делать тогда? Мы по жизненным показаниям берем. Мы берем по жизненным показаниям, взвешиваем все за и против, смотрим, если анестезиологи смогут провести анестезию, безопасно для пациента, что мы сможем его прооперировать, снять со стола, то мы берем, даже если нам не хватает там, наверное, если так сказать, можно каких-то там узкоспециализированных анализов, узких специалистов до обследования, мы их после операции сделаем. У нас есть определенные виды переломов, которые мы должны сделать в первые там 48 часов, это касаемо максимальное бедро. То есть мы должны их прооперировать. Мы с минимальным количеством необходимых анализов, без которых нельзя провести анестезию, мы берем и оперируем. И тем самым, я думаю, что даже спасаем жизнь, да. Это самое главное. Тоже такой праздный интерес. Правда ли, что кости у мужчин крепче, чем у женщин? После определенного возраста. Например? Ну, женский организм, наверное, я точно по годам не скажу, но наступает гормональная перестройка, да, там, ну, чаще, в среднем, там, в районе 50 лет, да, гормональной перестройки. При этом после этого возраста кости у женщин более хрупкие становятся, соответственно, остеопороз и переломы максимального отдела бедра, шеек, бедра, женский пол все-таки более предрасположен, но после определенного возраста, после гормональных изменений в женском организме. Поэтому они выполняют денситометрию, измерение плотности костной ткани, но это эндокринология. У нас главный в данном случае эндокринологи измеряют плотность костной ткани в области шейки бедра и поясничный отдел позвоночника. Если она снижена, назначают препараты, которые не дают развиваться системному остеопорозу. Правда, что какие-то витамины могут восполнить дефицит в костях? Ну, это часто спрашивают пациентов, когда сломали, что нам надо пить, чтобы быстрее срослось. Ничего не надо пить, и так все срастется. Организм берет не из пищи, да, а из соседних костной тканей. Он берет все необходимое на построение новой косточки на месте перелома, чтобы сформировалась костная мозоль и чтобы правильно перестроилась костная ткань, и чтобы в дальнейшем была здоровая кость. Вот, кстати, о срастании костей. Какой период срастания костей вообще происходит, если, например, процент надевает гипс? Вот когда я, например, да, из своей практики, я носила гипс месяц. У меня был перелом руки. То есть даже когда уже завершающий рентген я делала, мне все равно говорили, что надо, но я уже не могла. Мне поскорее бы это все надо было снять. Какой период вообще восстановления? Для разных костей разный, а не восстановление. В данном случае срастание тоже, можно так сложно сказать. В данном случае период иммобилизации, да, там, если мы берем кисть, лучше запясть, там, в 4-6 недель. Но надо понимать, и мы пациентам объясняем, что у вас перелом на рентгене будет виден и через 2 месяца. Потому что костная ткань продолжает перестраиваться. Ну, снимая гипс, мы разрешаем вам двигать. Это значит, что никуда ничего, отломки не сместятся. Чтобы вы разрабатывали, чтобы не было контрактур, чтобы было проще разработать руку, и в дальнейшем она вас не беспокоила. Но очень часто вот приходят пациенты, говорят, у нас на контроле снимка перелом, что нам делать, как нам быть. Мы объясняем то, что вы через полгода, сделав КТ, мы будем видеть эту линию перелома, но он уже сросся. Потому что перелом сросся, а дальше идет перестройка костной мозоли в костную ткань. То есть восстановление полностью структуры, как до травмы. И это на рентгене все видно, видно и видно. Мы даже, если берем крупные сегменты, то же самое бедро, то там линия перелома и через год может быть видна. Вот, кстати, да, хотела как раз и спросить, почему говорят, что неправильно срослась кость, или, например, говорят, что двойной перелом. То есть даже на моей практике, опять же, это было, когда был, да, повторный рентген у нас был, контрольный рентген. Мне сказали, что у меня повторный перелом. Я не могла понять, как это так. То есть это просто действительно, что переломов повторного не было, но просто... Видна линия перелома была, да. Но касаемо неправильной сросси, у нас у любого человека есть оси, конечно, есть правильные оси. И у нас в травматологии, в нашей специальности есть допустимые углы смещения. Допустимые, то есть при которых мы оставляем, и на функцию, конечно, все это никак не скажется. Оставив в таком смещении допустимым, человек в дальнейшем, после того, как снимет гипс и разработает движения в суставах смежных, он никак не будет ни в чем ограничен. Он не будет замечать, что у него была травма. Это допустимые смещения. Почему мы, положив гипс, говорим, сделайте контрольные снимочки через 7-10 дней. Сделав повторные снимки, мы смотрим, есть смещение, вторичное повторное смещение или нет. Если есть вторичное смещение, нам углы не нравятся, да, понимаем, что в дальнейшем человек будет страдать и испытывать дискомфорт, мы предлагаем ему либо повторную репозицию, либо уже операцию. А правда ли, что вот если, например, кость неправильно срослась, да, очень неправильно срастается, вы это видите, и вот даже в фильмах такое бывает, что ломают специально кость? Ну, во время операции, да. Во время операции? Во время операции, да. Выводятся правильные углы, правильные оси, устанавливаются металлофиксаторы, и в дальнейшем человек никак не будет ни в чем ограничен. Ну, и потом накладывается гипс, да, и все? Не всегда, в зависимости от методов фиксации. Иногда гипс требуется после операции, иногда нет. Чаще всего не требуется. Евгений Петрович, а какой совет вы можете дать нашим зрителям, чтобы получать меньше травм, и как правильно сберечь свое здоровье? Ой, свое здоровье, ну, касаемо травматологии, как правильно это, я не знаю, не выходить на улицу, да, всю жизнь провести дома, в четырех стенах. Это идеально. И подальше откручивать и решить предметы, да. Ну, совет основной, я не знаю, зимой быть аккуратным, не падать, не подскальзываться, да. Летом, когда сейчас начнется пора праздников, майских праздников, да, когда многие люди, выпившие, чувствуют себя супергероями, говорят, смотри, как я могу, нет, смотри, как я могу. И, соответственно, большинство травм, это, ну, не большинство, нельзя, наверное, сказать, очень много травм в состоянии алкогольного опьянения происходит, потому что человек менее скоординирован, больше падает и, к сожалению, травмируется. Касаемо нашего дорожного движения, не превышайте скорость, не нарушайте. Это основной момент, потому что дорожные травмы очень-очень-очень сложные, очень тяжелые и многие приводят к тому, что дальнейший человек, если инвалид, то испытывает большие проблемы по жизни. ЖД-травмы. ЖД-травмы – это никаких наушников, переходить только на разрешающий сигнал светофора, капюшоны, наушники, не прогуливаться вдоль пути, но это все рекомендации, наверное, кровью написано, все это выполнять. Зимой не ходить под крышами домов, сосульки, снег, ну и вообще производственные травмы, выполнять технику безопасности, а родителям следить за своими детьми, контролировать их, они не испытывают чувство траха, они вообще бесстрашные. А летом? Летом? Детям летом? Или взрослым? Детям и взрослым. Ну, взрослым – это все пикники, еще раз говорю, пикники, лазание по деревьям, дети – велосипеды, дорожные движения, все контролировать надо. Удобно обувь носить, не скользко обувь носить, какие-то гулянки компании контролировать количество выпитого, чтобы не доводить до того, что в бессознательном состоянии совершать геройские поступки и оказываться в прямом отделении. Все должно быть в статусе адекватности. Да, и все в меру. Евгений Петрович, спасибо вам большое за очень интересную, полезную беседу, особенно сейчас в такую погоду, это действительно очень актуально. Спасибо вам. Спасибо вам, что пригласили. Всем здоровья. Ну, а с вами была программа «Про здоровье». Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова